начал февраля суббота 8 вечера и люди хотят кататься на велосипедиках gt gt avalanche обычная модель значит как мы видим вот такой у нас износ уже ног на вилке как мы видим вот такой у нас износ уже покрышки велосипед катается немного со слов хозяина ему примерно 45 лет и какие здесь проблемы но первые втулки то есть сейчас я буду перебирать обе втулки может быть покажу что там с ними может быть нет износ трансмиссии трансмиссии пока не меняем потому что видите пробег не очень большой на самом деле пока ничего не проскакивает насколько я понял что хрустит каретка сейчас я цепь скину посмотрю что здесь кареткой и может быть рулевая немножко подзакусывает но в целом она крутится очень даже хорошо поэтому рулевую мы менять не будем то что ее же хана но еще пару лет она опять же покатается что буквально чуть-чуть там где-то шарики пошли гели переберу сейчас посмотрю в общем самое главное здесь обычная история это передняя задняя втулка надо смотреть что там внутри некоторое количество грязи и тебя сколько это не считает а у сколько еще меня тут на бумажном этом на тканевом фильтре осталось это я просто помыл кассету помогут эти винтики который держит ротор да и помыл ротора не обезжирило просто их помыл от песка и грязи потому что ну просто даже неприятно работать с таким грязным делом это просто помыто пока в черную пока просто грязь песочек убрана потом все это над конечно обезжирить еще пока просто мой и вот это все то же время занимает с нормальный потому что шарики чистенькие там где шарики ржавенькие шарики на и на под замену конус почистить помыть отполировать вот он металлический пыльник который надевается поверх гайки вообще не защищает этот резинка снизу ну смысл от нее никакого нет со стороны диска где была большая резинка чашка в отличном состоянии то есть вот эта чашка будет жить и процветать а вот с этой стороны где кассета все печально очень большие следы ржавчины есть износ по краям дефекты то есть в принципе в принципе это втулку можно сейчас перебрать всю почистить все смазать надо вот слышно нужно перебирать барабан стоимость переборки барабана переборки втулок замена подшипников полировки но уже примерно равна как дешевая вот такая же китайская втулочка без переспецовки конечно то есть может быть лучше слуг поменять на новую или может быть годик еще отъедем через год опять менять сейчас вот буду консультироваться с клиентом что он хочет типичное состояние каретки велосипеда смазки нет вообще все хрустит грязь попадает сюда во-первых сбоку к сожалению никаких пыльников резиновых на каретках на современных практически не предусмотрено попадая через вот это отверстие ведь все летит сюда очень много грязи на заднем переключении на то что все отмывать смазывать вот каждую вочку каждое место крепления пружинку нам постоянно мыть и смазывают а у нас грязь выпадать через вот это отверстие вот здесь вот у нас цельный мостик но на некоторых велосипедах мастик здесь с отверстием трубочка отсюда попадает и конечно вот отсюда летит то есть попадает на под сидел стекает по подсидела здесь сжимается труба подсидельнаяuh подсидельный столбик а А вот здесь вот нет. И вот там внутри отверстия, туда попадает грязь. Сейчас, соответственно, выгрузим каретку. И вы видите, сколько грязи там внутри. Чашки были смазаны. Открутилось все легко. Было не сильно затянуто. Ширина стакана 73 мм. Длина каретки немножко необычной. 113 мм. Обычно вот GT6 119 мм идет. Каретка ВП. Видите, все ржавое. Очень много земли. Сам корпус уже окисляется. Все подшипники полностью мертвы. И внутри вы видите, сколько там земли, грязи и песка. То есть надо периодически все это перебирать. Все вот эти отверстия надо заткнуть. Сюда вот надо надеть резиночку. Тогда каретка будет служить, скорее всего, немножко подольше. Но и не кататься, конечно, в плохую погоду. Еще грязь и вода может попадать вот даже через отверстия под бутылка держателя. Потому что здесь винтики не закручены. Через отверстия под багажник. То есть производитель заранее закладывает кучу дефектов в раму. То есть это технологические отверстия для крепления крыльев багажника. И вот, например, эти отверстия, когда раму сваривают, чтобы газ через них пускать, создавать защитную среду для сварки алюминия. И вот здесь еще, кстати, есть тоже отверстие. То есть через эти отверстия попадает вода и грязь, и каретка достаточно быстро гниет. Наш суперэконом-ремонт не позволяет сейчас все это сделать нормально. Мы ничего не снимаем. То есть просто я вот снаружи все помыл. Обезжиривателем продул компрессором. То есть теперь более-менее переключатель будет работать. В хорошем надо полностью снимать переключатели оба. Видите, они достаточно сильно грязные. Полностью их отмывать, смазывать, менять ролики, разбирать целиком раму, снимать вилку. Промывать раму всю внутри. Но, к сожалению, клиент и так уже очень сильно потратился на колеса и на новую каретку. И у нас нет бюджета, чтобы его весь отмыть. Поэтому просто вот хотя бы чуть-чуть помыть снаружи. Итак, решили колеса GT переспицевать сразу на новой втулке на промах. Одно колесико я разобрал. Непиля откручивается очень тяжело, потому что очень много грязи. Песка вот сюда забилось. Спица нержавейка, но за счет песка и грязи откручиваются фигово. Значит, смотрите, как правило, на всех колесах с одной стороны спица длиннее, с другой стороны она короче. И вот такой пучок я уже разобрал. Потратил уже порядка получаса. Сейчас я буду отмывать обод, потому что он весь в грязи. Я сейчас буду мыть спицы и в ультразвуке буду вытрясать песок из-за непилей. То есть процесс не такой уж и быстрый. Непиля уезжает у нас в ультразвуковую ванночку. Вот такую вот. Сейчас вы видите, сколько там мути. А обода и спицы обычной губочкой сейчас просто помоем. 10 минут мойки. Давайте посмотрим. Вот такое вот количество мути поднимается с непилей. Такие они чистенькие, блестященькие. Смотрите, какой ниппель попался. Сорванный, да? Вот так вот их туда кто-то закручивал. И смотрите, вот это вот помытые сфери, уже спицы. А эти я еще не помыл. Видите, грязь, окисление. И все вот здесь вот тоже для сравнения. Да, вот здесь чистая резьба. А вот здесь резьба грязная. То есть все нужно мыть. Все это занимает время. Где-то больше часа я вот потратил на разборку двух колес и их мытье. На улице жуткий снег, поэтому видосик будет в помещении. Итак, GT готов. Стулки на Vatec на промах. Переспицовка на старые обода, на старые спицы. Надо будет покататься некоторое время и протянуть спицы еще раз. Может быть поправить немножко зонт. Потому что на переднем колесе он немножечко уведен вбок. Потому что относительно втулки все ровно, относительно вилки не ровно. Может быть вилка поведенная. Настроили тормоза, настроили переключатели, смазали цепочку. Уже есть достаточно большой износ цепи, достаточно большой износ передней и задней звезд. Соответственно через год, а может быть и уже этим летом, надо будет менять всю трансмиссию. И задние колодки тоже там уже наполовину стерты. Надо будет их посмотреть и поменять скорее всего. А, и каретку поменяли. Здесь очень странная GT такая. Здесь каретка вообще нестандартная. Совершенно. 73 стакан, 113 мм. То есть достаточно редкая такая штука. Вот, все готово. Велосипед поехал кататься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok